На ННТ новости 24 в студии Махачкурбанов. Здравствуйте, коротко о главных событиях этого выпуска. По инициативе муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада Афанди в Махачкале построят новую городскую больницу. Подтверждена верность муфтия Республики о дне празднования Идельфитр Ураза-Байрам. Десятимиллионный пассажир авиакомпании «Победа» вылетел в Москву. По инициативе муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада Афанди в Махачкале построят новую городскую больницу. Учреждение, укомплектованное по последнему слову техники, появится в районе завода сепараторов. Накануне муфтия Дагестана лично осмотрел ход работы, об увиденном в материале Зауры Адельгиреева. Строительство современной больницы в самом разгаре. В возведении объекта используют качественные материалы. Медучреждение должно соответствовать всем строительным и санитарным нормам и правилам. При больнице также будет функционировать поликлиника. Возведение проекта инициировано муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. Муфтий в сопровождении инженеров осмотрел ход строительства. Сейчас в этом здании идет реконструкция. После реконструкции здесь будет третья городская клиническая больница. Она рассчитана пока на 120 койек. Здесь будут три отделения гинекологии, будет терапевтическое отделение, будет хирургическое. Все оборудование будет современное по европейским требованиям. Стационар рассчитан на 120 койкомест. Его площадь 4000 квадратных метров. При работе над объектом выполняются требования профессиональных инженеров-строителей, чтобы здание соответствовало стандартам медицинского учреждения мирового уровня. Планируется оснастить больницу всей необходимой медицинской техникой. Возведут ряд новых корпусов, будет удобный пандус для подъезда скорой помощи. За моей спиной кипит работа строителей. Здесь в скором времени откроется новая клиническая больница. Работы ведутся на всех этажах. И в первых числах сентября каждый желающий сможет воспользоваться услугами этого медицинского учреждения. Заур Альгиреев, Нурмагомед Магомедов, телеканал НТ, Махачкала. Несколько жителей Дагестана засвидетельствовали видение Луны в ночь на 25 июня. Таким образом, подтвердилась верность решения ему в Театре Республики относительно дня празднования Идельфитр у Роза Байрам. Подробнее Гамзат Нурмагомедов. Мурат Гусенгаджиев из села Средняя Радырех Гумбетовского района публично засвидетельствовал, что в ночь с 24 на 25 июня через несколько минут после захода солнца в своем ауле увидел новый серп Луны. Я свидетельствую, что увидел Луну вчера вечером с 24 июня на 25 июня напротив своего селения. Там большая гора, рядом с горой была Луна, С-образная наоборот. Как заявил Мурат, унесет полную ответственность перед Всевышним Аллахом. Стоит отметить, что степень праведности свидетеля установлена алимами. Также 25 июня в Муфтия Дагестана поступила аудиозапись, подтверждающая видение Луны. Я получил аудиосообщение о том, что в селении Хушет, в старых Хушет, Суматинского района, в горах, где наши предки раньше отправляли людей, именно там увидели трое людей, мужчины, Луну, новую Луну после захода солнца. Двое из них, по шариату, которые принимают их свидетельство, хорошие мутадагинун, это религиозные, которые свидетельство принимают такие люди. Один сомнительный, говорят, говорится в этом сообщении. И они пришли в мечеть, засвидетельствовали возле имама, и имам принял их свидетельство. Таким образом, подтвердилась верность решения Муфтията относительно дня празднования Ураза Байрам 25 числа. Духовинство Дагестана многие годы ведет активную работу во имя единства мусульманской общины республики в вопросах начала и завершения поста. Некоторые имамы, которые следуют за своим амбициям, нежели за шариатом, не дают объединить мусульман Дагестана, не принимая шариатское решение, вынесенное муфтиятом республики Дагестан, также не принимают шариатское свидетельство, установленное шариатскими доводами. При муфтияте вот уже несколько лет функционирует рабочая группа, которая изучает наблюдения за мной и ответственно подходит к этому вопросу. Поэтому Духовинство Республики призывает и в дальнейшем следить за официальным решением муфтията, основанным на шариатских доводах. Гамзат Нурмагмедов, Дат Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Сегодня вся страна празднует День молодежи. В связи с этим в Национальной библиотеке города Махачкала Министерство по делам молодежи наградило активных тех, от кого зависит будущее страны. Торжественная церемония перерезания красной ленты – это важная часть открытия мероприятия. Именно так открыли выставку под названием «Время добрых дел». На иллюстрациях изображены объекты, введенные в эксплуатацию за последние 4 года, в период руководства Республикой Рамазан Абдулатипова. Выставка отправится в путешествие по Дагестану и посетит районы республики. Важность подобных проектов отметил и вице-премьер правительства Республики Дагестан. Сегодняшняя выставка, я думаю, что в каждом этом фрагменте, фотографии, большой вклад молодежи. Это здорово, что вы показываете то, что сделано за вот эти 4 года. Конечно, можно найти недостатки, их еще много, и многое надо сделать, построить, создать чистые города. В праздничный для молодежи день слова поздравления высказывали все присутствующие, в числе которых министр по делам молодежи Арсен Гаджиев. Он отметил, что работа, проводимая министерством, направлена главным образом на развитие потенциала молодежи, которая должна понимать, что от них зависит светлое будущее нашей страны и всего мира в целом. Я хочу поздравить всю молодежь Республики и Российской Федерации с Днем Молодежи. Мы празднуем этот день очень разными мероприятиями, которые проходят в нашей Республике как в столице, так и в районах. Кульминация мероприятия – награждение молодых общественников и активной молодежи. Звук Арнаеву Магомеду Алиповичу. Благодарность за вклад в реализацию молодежной политики в Республике. Хадижа Курбанова, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. С обзором новостей сегодня ознакомит Алина Хасанбекова. Студенты Дагестана могут принять участие во всероссийском конкурсе «Ты журналист». Конкурс стартовал в рамках Банка студенческих стажировок. Каждый студент может отправить свою работу до 31 августа по одной из шести номинаций. Статья, фото, издание, видео, новые медиа, спортивная журналистика. Финалисты конкурса будут приглашены в Москву на фестиваль. Победители получат возможность пройти стажировку в популярных СМИ. Жители Унцукульского района почтили память и мама Шамиля. В Унцукульском районе был образован оргкомитет и определен план мероприятий. Также во всех школах и библиотеках прошли события, приврученные ко дню рождения великого полководца имама Шамиля. Среди учащихся общеобразовательных школ муниципального района состоялся конкурс на тему «Имам Шамиль. Братство и дружбу народов я вам завещал». В Кизельуртовской воспитательной колонии прошли соревнования по армрестлингу. Воспитанники колонии соревновались в разных категориях до 80 килограмм. Призеры соревнований были награждены дипломами и грамотами. Отмечено, что проведение подобных спортивных состязаний среди заключенных оказывает положительное внимание не только на сам процесс их перевоспитания, но и в целом на морально-психологическую обстановку в учреждении. Лошади гизлярского конного клуба «Калинка» выиграли на скачках в Пятигорске. Соревнования проходили в нескольких заездах и номинациях. Спринт среди ахалтикинцев, состязания среди чистокровных верховных двухлеток на 1200 метров и другие. В скачках принимали участие лошади из Жакеи, из Чечни, Ингушетии и многих районов и городов Дагестана. Десятимиллионный пассажир авиакомпании «Победа» вылетел в Москву. Работает авиакомпания менее трех лет, но показатели уже высокие. Кто же обнулил число, как встретили и проводили везунчика в сюжете моей коллеги Умы Ибрагимовой? Этот день 20-летняя имамата Маханова запомнит надолго, ведь именно она стала счастливым десятимиллионным пассажиром. Хочу пожелать десятимиллионному пассажиру мягкой посадки, счастливой пути, полета, и чтобы такие события были чаще и в жизни авиакомпании «Победа» и нашего аэропорта. Девушка живет и работает в Москве. В Ачкалу приезжает нечасто, два-три раза в год. Предпочитает больше наземный транспорт, но теперь участятся не поездки, а полеты, говорит имамат. Я вообще редко посещаю самолеты, редко езжу самолеты, большинство бывает на автобусах, но сейчас мне так повезло. Я давно не ожидала, что выиграю, когда удача. Что это будет? Буду чаще ездить домой. Для имамат бесплатна не только эта поездка. Сертификат позволит девушке в течение года вылетать рейсом авиакомпании безвозмездно. Причем лететь она будет в вип-зале. Это такое знаковое событие и для самой авиакомпании. Все-таки 10-миллионный пассажир для такой молодой авиакомпании – большое дело. И тем более приятно для аэропорта Махачкала. Мы тоже развиваемся, мы тоже идем вперед и стремимся к цифре в 1 миллион пассажиров в год. Авиакомпания «Победа» работает 2,5 года, имеет в арсенале 12 самолетов. Причем с мая этого года введен также ежедневный питерский рейс. Ума Ибрагимова, Мухаммад Магомедов, телеканал «Нантемп», Махачкала. Ну и как обычно, в конце выпуска курс валюты на завтра. Доллар 58 рублей 88 копеек и евро 65 рублей 95 копеек. На этот час у нас все. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!